Из Санкт-Петербурга с третьего всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Орликин» вернулись актеры драматического театра. Спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» стал дипломантом в номинации «Большой театр маленьким детям». Ровно год назад на сцене Орского драматического состоялась премьера этого спектакля. Тогда к творчеству великого детского сказочника труппа обратилась не случайно. ЮНЕСКО 2005 год был объявлен годом Андерсена как раз к 200-летию со дня его рождения. В конце минувшего месяца, спустя год после премьеры, «Гадкий утенок» вышел за пределы области. Его увидели в Санкт-Петербурге. На третьем всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Орликин», который проходил в Государственном детском музыкальном театре «Зазеркалье», спектакль стал дипломантом одной из семи номинаций «Большой театр маленьким детям». Этой наградой драматический театр был удостоен за серьезное и уважительное отношение к маленькому зрителю. Отборочный комитет в составе достаточно известных критиков, работников театров, психологов, детских психологов, они отбирали спектакль. И наш спектакль был один из семи, включен в состав конкурсной программы фестиваля. Значит, когда мы получили этот вызов, когда мы получили приглашение на фестиваль, естественно, была такая вот хорошая эйфория, что нас пригласили туда. И, в принципе, это прецедент для Оренбургской области на фестивале национальной премии. Это первый театр выехал, который... Для Орской труппы, которая выезжала в Питер в составе аж 30 человек, работа в северной столице стала настоящим праздником. «Идти на спектакль по Анечкову мосту, мимо коней Клотта, Невский проспект вечерний, и вот идешь на работу, ощущаешь такое счастье. И все это было действительно очень хорошо организовано, что очень важно. Мы не ощущали, знаете, никакой ущербности. Все было и вкусно, и красиво, и достойно. Жили в гостинице Рахманинова, где когда-то в молодые годы жил Рахманинов, поэтому она и называется сейчас гостиница Рахманинов. Интерьер гостиной комнаты практически вот по историческим меркам так и сохраняется сейчас, где вот проходил этот шведский стол или утренний чай, как мы называли, встречи, где можно было и с критиками повстречаться. Для артиста побывать в Санкт-Петербурге – это город-музей. Я ходил вот с раскрытым ртом просто вот так вот, вот туда, здесь мемориальная доска, здесь, 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 и просто не успеваешь голову поворачивать. Заявка на участие в фестивале подавалась еще в прошлом году. Из 58 претендентов Орский драматически вошел в семерку лауреатов наряду с театральными трупами из Дагестана, Кемеровской области, Москвы, Питера, Екатеринбурга и Самары. Очень лестные были отзывы, критики о нашем спектакле, это очень приятно. И явно бросалось в глаза еще то, что на спектакле было три самых ярких спектакля, в число которых попал наш гадкий утенок. Это вот как раз Иваново сердце, Мариинск. Вот из этой семьи. Да, из этих семи, три, так скажем, о которых больше всего говорили. Это Самартовский театр из Самары, Счастливый Ганс, замечательная работа, мы не первый раз, мы уже знакомы с этим театром, в общем-то знаем их, что это сильный театр. И вот третий спектакль «Наш гадкий утенок», потому что в кулуарах огромное количество разговоров именно об этих. Другие конкуренции, ну и действительно попасть в семерку лучших России, а потом в тройку, это конечно... Наталья Цап, Александр Чернов, Орск ТВ.